Всем привет друзья, с вами Чавес и я давненько уже не делал видосы по АВ, пора бы уже наверное пройтись по тем изменениям, по тем новостям и событиям, которые за последнее время произошли. Что интересного, пройдемся по разным источникам, это как и официальный сайт новости, которые были на днях, так и на форуме, там вчера выложили пост с различной информацией, в общем пройдемся по всему тому, что сейчас происходит в АВшке. Ну и думаю нужно начать естественно с самого главного, это когда пофиксят баги, в частности у нас все еще косяк с турами, с послебоевой статистикой и с перезарядкой. Это как раз те три вещи, которые меня больше всего сейчас раздражают в игре и которые отбивают желание на данный момент у меня играть. Так вот, на ПТСке, как вы знаете, если смотрели мой стрим, мы тестировали уже патч, в котором вроде бы как должны это изменить, все исправить. А пока еще на основе, до сих пор, уже прошло дня три по-моему, до сих пор еще нет этого. Когда он появится на основе, пока информации нету, но в целом, как бы они все молчат, как обычно, не говорят вообще что происходит и как, все, и когда мы все-таки дождемся всего этого. В общем в целом я могу сказать так, как я и предполагал, весь косяк в том, что они не могут, почему-то до сих пор не исправили все эти баги, потому что они до сих пор не разобрались во всех нюансах кода, который им передал Обсидиан. Расстались еще такие моменты, в которые пока они не понимают, откуда какие-то вылазят косяки, откуда они вылазят и как с ними бороться. И в общем они сейчас в этом всем разбираются. Факт остается тем, что на данный момент все силы сейчас заняты исправлением этих багов. Ну и само собой вы должны понимать, что ближайший патч, то есть уже следующий 0.21 с новой техникой, откладывается немножко дальше, потому что пока просто-напросто не до него. Теперь что касается экономики, многие жаловались на то, что как-то экономику они жестко подрезали, заработок уже не тот и вообще техника уходит в минуса частенько, даже со столкновения, как мне в общем-то один из подписчиков примел пример и я попробовал, из столкновения на драка я вышел с минусами, из столкновения со всеми бустами, со всеми моими премами и т.д. и т.п. Это конечно дичь и в общем-то на данный момент вся проблема экономики в том, что сделали дорогими, слишком дорогими снаряды и это будут исправлять в ближайшем хотфиксе, я так понимаю даже не в патче, а в хотфиксе. Они собираются снизить стоимость снарядов у некоторой техники для того, чтобы они так жестко не уносили технику в минус. Ну и к тому же вроде бы как написано, что уже работает система компенсации, которая просто будет не давать игрокам уходить в минус. Как бы это опять же я еще толком не проверял, напишите уходит ли у вас сейчас техника в минус. Вроде бы как там написано механика в том, что если вы уходите в минус, то игра автоматом вам добавляет столько кредитов, сколько нужно, чтобы вы не уходили в минус. То есть по большому счету они хотят сделать экономику не такой уже лайтовой, как она у нас была до этого, ну она на самом деле была слишком такой халявной. Но и не делать естественно прям в общей же скача, что ты уходишь в минуса с премум. Немного о кустах, теперь они сделают все-таки кусты не такими имбовыми по маскировке, они все-таки снизят немножко маскировку кустов. Там цифры были такие, что в 0.18 кусты давали 30% маскировки, с приходом патча баланса 2.0 они сделали аж 60, то есть в 2 раза эффективнее сделали кусты. Сейчас вроде бы как это цифры остановились на цифрах в 45%. Хотелось бы конечно еще отдельно услышать какой-то комментарий по поводу лампочки, которая теперь загорается только через 2.5 секунды. Считает ли, что это нормально или все-таки они собираются как-то это тоже немножко уменьшать, хотя бы сделать 2 секунды. Что касается точности, то точность будут апать не на всей технике абсолютно. Это будет происходить по каким-то конкретным критериям на определенных танках. Так скажем, например, они даже сказали, что такая машина как Страйкер, которая сейчас имеет точность в 0.6, они ей сделают в ближайшем обновлении точность 0.3 даже. Вот как-то 0.3 это прям уже возвращение вот к той самой точности, которая у нас была в 0.18. И с одной стороны на таких машинах, как истребители и танков, наверное, это нормально, потому что они стреляют, как правило, издалека. Но главное, чтобы они на ОБТхах не переборщили, потому что в итоге с возвращением точности, которая была раньше, и с теми зонами пробития, которые у нас есть сейчас, будет как-то еще и стабилизация, которая сейчас есть, будет как-то жестковата. Классы техники в целом собираются дальше балансировать, кому-то добавлять обзоры, кому-то уменьшать. И с легкими танками, как бы еще не конечный это вариант. И, в общем-то, истребители и танков, как вы знаете, у нас добавили им барабаны. Но вообще, по идее, это должно было быть именно не барабанами, а боеукладкой первой очереди. И боеукладка первой очереди, как они и описывали, в общем-то, работает совсем по-другому, чем барабаны классические. Но на данный момент у нас истребители и танков имеют именно барабаны. То есть ты их выстрелил, есть определенный промежуток между выстрелами, выстрелил и уходишь на перезарядку там в 15 секунд. По идее, они собираются доделать эту всю вещь. То есть они собираются именно сделать боеукладку первой очереди, которая, по идее, работает так, что ты... Так как это, в принципе, работать должно, как у тебя снаряды в башенке лежат, там определенное количество, там 6, 7, 8, некоторых там 4. И, по идее, это не должно быть так, что у тебя эти снаряды выстреливаются, и как бы башня оказывается пустой, и там снарядов нету. И мы ждем, пока пацан заряжающий их закидает в башню. То есть, по идее, именно должно работать так, что после каждого выстрела у тебя параллельно должно сохраняться это количество боеприпасов у тебя в башне. То есть, ну, соответственно, такой якобы в этом барабане. То есть, у тебя, например, есть 4 снаряда. После каждого выстрела ты не должен дозаряжаться, у тебя автоматом эти снаряды должны будут появляться в башне. То есть, это должно работать именно так. Над автопушками продолжат работу. Они все-таки знают все о том, что автопушки пока плоховато себя чувствуют. Но, по крайней мере, они обещали точно, что самые мощные автопушки, там, как у Беглиайта, как у Драка, они точно получат и больше пробития, и больше урона для того, чтобы на них можно было, ну, практически как и раньше, нагибать. Бронирование танков продолжит меняться. Это все еще будет доделываться, допиливаться, меняться, изменяться. И это, к сожалению, приводит к тому, что тот самый инспектор брони, который мы так долго ждем, про него можно забыть на ближайшее время точно. Потому что, ну, какой инспектор брони, если у нас броня, эта самая броня меняется буквально там каждый месяц, там, каждые 2 месяца. И, естественно, это придется потом учитывать все и в этом инспекторе брони, а это геморройна и т.д. и т.п. Так что пока про него забыли. Ну и напоследок озвучу свои мысли по поводу всего этого происходящего. Сейчас у нас такая какая-то пауза. Вот, ну, по крайней мере, у меня такое ощущение, что АВ стало просто-напросто на паузу. И это все из-за того, что, опять же, те самые баги, которые нам насыпали и с которыми не могут никак побороться. Но это точно не означает, что игра будет потихонечку умирать. Ну, или, как некоторые говорят, уже умерла, там, ну, не важно. То есть, на мой взгляд, игра точно не умерла и не собирается умирать просто по, как я уже говорил в одном из своих видео, просто по одной причине. Сейчас опять возобновились различные встречи с игроками, различные мероприятия, новости и т.д. и т.п. И, что самое главное, это турнир. Турнир на миллион уже реальных денег, не какой-то там голдишки или не каких-то там девайсов, а миллион рублей. А это означает то, что игра точно не собирается загибаться, как бы кто что ни говорил, но у нее есть определенные на данный момент трудности. Ну, а на этом, пожалуй, все. Все свои мысли по поводу происходящего сейчас с АВ-шкой я рассказал. Не забудьте обязательно поставить лайк. Если еще не подписались на мой канал, подписывайтесь. Группа ВКонтакте, Дискорд Сервер. Все ссылки будут под видео в описании. Не забываем комментировать. Всем пока!